так раз два три димон чекушку он убери с этого с перегородки не прыгай куда ты ставим gopro шмалим дальше нормально ну что друзья всем привет с вами владимир коваленко он же мастер кладки и мы на доме боксера короче погодка конечно у нас такая стрёмно стрёмная потому что дожди сейчас обещают на неделю дожди сегодня у нас 31 число до 30 нам надо было плиты забрать на же бы и как раз получается что как бы плиты забрать понедельник сегодня ну раньше 30 получалось на выходные понедельник и сегодня буквально один такой денечек выпадает что вот можно смонтировать плиты это стрёмно это еще не весь прикол кинулся я по манипуляторам все пацаны мои короче заняты все те что супермены чемпионы мира по манипуляторам все заняты и у кого манипуляторы собственно с хорошей стрелой ну нормальные манипуляторы с 20 метровой стрелой до которой 6 метровой плиты а у нас много 6 метровых плит смонтируют без проблем ну как на зло как закон подлости но все-таки кое-кого там добил скажем так вот и порешали вот на после обеда сейчас сейчас уже у нас сколько 11 часов мы сейчас проведем подготовку некоторую вот и человек отзвонится что он готов ехать на же бы и по плиты а дождик такой напускается по чуть-чуть напускается сами понимаете если сейчас сюда заедет с плитами и будет чуть-чуть мокро то будет очень печально вы знаете что тут у нас происходит когда дожди идут поэтому дай бог чтоб все было хорошо чтобы нам дало сейчас смонтировать ну потому что я не знаю куда нам те плиты хоть маринуй их забирай и маринуй их из предыдущего ролика где мы диме рыцарю однокласснику собственно сани боксера монтировали вы видели какие там плиты да сейчас будет в принципе та же история я не думаю что будут лучше плиты так друзья у нас есть проект вот такой вот смотрите пкшечки у нас шестерочка метр пятьдесят один два три четыре пять заканчивается метр двадцать тут тоже самое полторушечки ну вы видите полторушечки плиты тяжелые плиты большие поэтому манипулятор сюда вот абы какой вот ближе давайте вам покажу абы какой манипулятор сюда не подойдет вот поэтому только-только только серьезный манипулятор здесь есть вот еще тридцать девятые и на террасу две шестиметровые по рубль двадцать а пацанчики пока готовят раствор кстати серик вытягивай сразу вторую эту бадью сейчас в 2 2 бадим и заколотим понял 2 баде заколотим полные ставим 2 баде на первую плиту сразу и и ведра мимо туда ничего не бросаем понял и без суеты короче говоря о серик давай сюда их сегодня будет все по-серьезному а выше думали смотрите вот так вот цене будет ведь аж пылью припали так сейчас надо укоротить вот так вот будет ребята ну шо сейчас ждем манипулятор едем и уже встречаемся когда плиты приедут поехали давай 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 еще еще ну и так сказать же саню тоже посвятил во все реалии строительство и в том числе и закупок по заводам то что саня говорит что я последний дом в этой жизни строю да до а я уже это нормально монополистами такая и есть работа не нравится вот так тебя до свидания тогда значит смотри не ну последняя плита конечно лук вообще до луком смотрите какая плита ровненькая 2 боди раствора готова сейчас их на плиты и туда или будем с димой монтировать плиты так ну шо погнали бог помощь я макаси в деле так ребятки смотрите делаем шаблончик атаку димой да до половины даде тареечку главное чтобы она не упал блин а там саморез так оде маяки а вот она и поехали о поехали че 13 ну плюс минус 12-13 болеет идеально бля все димон выставляем теперь первая плита ребятки у нас выставлена идеально то что шмалим дальше вот вам ребятки чудо рейка видите все бомба а ведро так вот чуть-чуть съехала до ним а ну час я его попробую мужей а потому что он все а что на шут сел Давай! Давай! Всё! Огонь! Шмалим дальше. Ну что, ребятки, поехали! Давай-давай! Майна! Майна! Ля-ля! А, тут пузо ж, конечно. Куда его переть? Он плита, перепад плиты, слышишь? Ребята, вот вам. Пожалуйста. Ну что, Саня, первый этап прошли. Слава Богу, да? Саня, заказчик, нервничает, короче, хараул, потому что с этими плитами жопа полная. Ребята, ну вот так вот как-то. Погода немножко нагнетает, конечно. Ну, дай Бог, чтобы нам сейчас затариться. Санёк, что там у нас снизу? По плитам, а ну глянь. Красиво вроде. Красиво? Вроде да. Да. Хотя тут одна такая, к лукам. Да, к лукам, она сверху перепад, завал. Да, 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 да. Ну ты ничего не поделаешь, что ж ты сделаешь? Вон, ребята, смотрите. Лук какой. Сейчас я по перегородке тут. Ямакаси. Красиво там, да? Всё, бомба. Вот, смотрите, ребятки. Вот вам опять эта история. Вы видите? Смотрите, перепад какой. Вот, вот это вами, вот это вами плиты. Вот, смотрите. Тут сама плита просто толще прилично. Сейчас, короче, перекидываем клинкерный кирпич, потому что мешает. Да не обрезательно прям. Всё, сказка. Поехали дальше. Сейчас едем дальше. Опять же, опять я с Саней еду сейчас на ЖБИ. Опять будем сейчас воевать. Потому что бабки уплочены. 65 тысяч гривен пошло на все эти мероприятия. Сейчас не буду вам переводить. Потому что тому в рубли, тому в долларах, тому в тугриках переведи. Ребята, есть интернет, есть курс. Так что, я думаю, не составит труда перевести. 65 тысяч гривен заплатили. Шестиметровые, тут 39-е есть. Ширина полторушка, руб 20. Ну и всё. А нам как раз три плиты и не хватило. По-моему, три плиты полторушки. Получается, сегодня бы уже её накрыть бы и забыть. Завтра дожди начинаются на неделю. Мы сюда просто не заедем. Вроде бы ничего критичного, страшного. Доберём потом. Но хотелось бы накрыть. И заказчик тоже на нервах. Говорит, это только со мной такое, Саня. Говорит, ты не парься. Я через себя это пропускаю практически каждый день. Вот этих всех монополистов. Как вот... Ладно. Не будем сейчас обобщать прям всех. Ну, тех, кто, скажем так, более-менее монополисты в чём-то, в городе. Ну, как-то приходится у них брать. Ну, ничего не поделаешь. Потому что... Ну, а чем? Балками перекрывать. Вот вам реалии. Суровые реалии наших будней строительных. В городе Полтава, Украина, друзья. Вот приходится бороться как-то. Ну, видите. Стараемся по максимуму. Заказчик прошёл, посмотрел только что. Вроде всё понравилось. Шаблончик. По поводу шаблончика. Это уже мне такая мысля. Видите. Меня что-то в последнее время на шаблоны эти потянуло. Потому что с Василищем монтировали. В любом случае, у него своё видение толщины слоя. Я ему говорю, там, не грузи такой слой. У меня своё. Вот. И получаю... Ну, слава Богу, нормально всё получилось. Вот. Но, тем не менее. Тут как бы, чтобы не изобретать велосипед. И не меряться, скажем так, слоями с Димой. Я говорю, Димон, берём рейку сейчас. И под рейку... Под чудо-рейку. Ребята, первый раз чудо-рейка на стройку применяю. Воронежу привет. То есть, нам даже практически там ничего не надо сбивать. Это я сейчас так думаю. Но это не точно. Я же ещё там не был. Заказчику Сане всё понравилось. Ладно, мы поехали на ЖБИ, друзья. Потому что этот ролик, чувствую, будет затяжной. Но, мне кажется, интересный. Потому что это лайф. Это вот как бы... Это то, что у нас есть. Я вам показываю. Это... Это не те плиты, которые идеальны. Которые вот ребята пишут из предыдущего. Там, где мы у Димы монтировали. Одноклассника Саниного. И техника безопасности. Видите? В касках сегодня, ребята. В балду, конечно, тут сзади в лысе. Но дует. Потому что у меня прическа немножко. Видите? Обновилась. Так. Ну что, ребятки. Приехала следующая партия. Короче... Короче... Короче, не... Ничего. Хотел сказать по-другому. Но... У нас культурный канал. Поэтому скажу. Ничего у нас сегодня не получилось. Блин. Никто нам не нашел никакие плиты. Завтра обещают. После десяти часов шестиметровки. Ну а так забрали, в принципе. Ну тоже такое, конечно. И у меня хотелось бы сегодня. Погодка хорошая. И не жарко. Отлично. Сегодня работай. Только не хочу. Вот. Там что-то Саня, заказчик, немножко грустит. Тоже, что не успели. Ну а завтра вероятнее всего, что будет дождь. Майна. Все. Скручиваемся. Друзья. Для вас, как всегда, одна секунда. Но она для нас, я не знаю. Я два манипулятора держу сейчас на резерве. На завтра. То есть или Коля, или Саня. С ребятами созваниваемся. Кто с них будет свободный. Потому что держать связь с манипулятором очень тяжело, когда привязываешься к погоде. И когда привязываешься к тому еще, что тебе завтра скажут. А сказали завтра, только после десяти будет известно. Будут плиты готовые или нет. Ну там, я так понял, расформовку делать. Короче. Ладно, друзья. Пока заканчиваем. Мы сегодня, в принципе, неплохо потрудились. А уже окончательный результат. Посмотрим. После того, как смонтируем остальные плиты. Ну что, идет движ? Нормально? Все. Санек там руководит манипулятором. Короче, друзья. Легенькая предыстория. Сегодня сказали, что позвонили с утра в 8 утра. Чуть ли не в 8 утра. Что идет уже разопалубка наших плит. Саня что-то говорит. Они что-то мне нарассказывали. Там такое. Какая-то опалуба идет. Я скажу, Сань, понял. Это хороший звоночек. Это разопалубка. Вот. Но. По времени. По времени на 10 часов договаривались. Они говорят, приезжайте на 12. Но у нас с 12 часов вроде бы заряжают дожди. Вроде бы на всю неделю. То есть, или сейчас, или никогда. Саня тут уже как свой. Заезжает сюда, в этот переулок. Но вчера Коля, правда, напарник Санин, подпилил немножечко эти все вишни. Они говорят, приезжайте на 12. Мы немножечко одну зачеканим. То есть, подшпаклюем, подмажем, то-се. Я сегодня выяснил ситуацию, почему плиты шпаклеванные. Прямо на ЖБИ. Там у ребят сразу местные. Говорят, что мазуту привозят дерьмовую какую-то. Ну, как они сказали, новую. Которая ни хрена нормально не работает. Я отойду. Друзья, мазута, которая... Я буду в процессе, короче. Заберу сейчас еще одну камеру. Которая... Ничего не работает нормально. И когда делают разопалубку, когда делают, понимаете? Бетон остается на опалубке. На форме. Форма. Под плиту. И получается вот такая вот жопа. Что снизу куски бетона отрываются. Оголемная арматура. Ну, и как бы все это дело потом чеканится шпаклом. Три плиты шестерки забрали и две тридцать девятые. А мы полезли наверх. Летит плита вместе с шнягой. Два корыта сюда сразу. Да. Не упорай свою камеру. Как раз под стрельбой. Да ты шо? Блин. Помпа. Так. Поехали. О! Ну, я думаю. Пузо. Пузо. Всё. Замечательно. Замечательно. Замечательно, да? Просто красота. Умеют делать. Умеют, да? Это точно. Отлично. Отлично. Вот маковые такие. Майструвалые. Вроде бы. Вроде бы оно. О! О! Поехали. Нормально в размер, Дим? Да. Угу. О! О! Еще один, да? Да. Оп! Оно? Да. Майна. И можно сказать, что всё. Мы полностью с этой эпопеей справились. Как мне кажется, вполне достойно. Сейчас пойдем еще снизу. Я вам покажу. Ну, и закончим всю эту эпопею. Витрюган такой дует. Вы б знали. Я не знаю, как микрофон сейчас сработает и справится с этой задачей. Но Витрюган дует мама не горюй. Хотел квадрик запустить. Его носит как петлюровскую гармошку. Так. Ну, пойдемте. Посмотрим. Ой. Ну, мне кажется, в принципе, неплохо всё получилось. Смотрите. И плиты, я вам хочу сказать, не хуже уложены, чем на арматуре. Не хуже. Ну, вот так вот. Всё вроде бы красиво получается. Сейчас по комнатам пробежимся. Не знаю. Мне... Мне всё нравится. Мне всё нравится. Заказчику всё нравится. Вот. Плиты вот такие у нас. Смотрите. Вон, пузо какое. Смотрите, какая плита. Ёшкин матрёшкин. Ну, короче, как-то так. Как-то так, друзья. Я думаю, что всё у нас неплохо получилось. Тут, вы видите, даже плиты не шпаклёванные. Даже... Ну, где-то есть и шпаклёванные. Вот шпаклёванная крепка. Опять та же история. Вот, смотрите, перешпаклёванная крепка. И вот терраса наша. Вот наша терраса получилась. По-моему, всё получилось неплохо. Смотрите, как шаблончик. Тут вам уже покажу. Вот вам и плита. Смотрите, как провибрировано хорошо. Как вам нравится? Вот. Ну, смотрите, шаблончик. Вот так вот. Там темно не видно, наверное. Не знаю. В принципе, выдерживает шов. Если плитой не тягать туда-сюда, не выравнивать. А сразу с одного маху, скажем так, поставить. То получается вообще идеальный шовчик. Практически, как на арматуре. Хотите на арматуру? Арматура для чего? Объясняю. Кто не знает. Арматура – это для того, чтобы выровнять плоскость потолка. Чтобы вы могли вплоть до того, чтобы перетянуть, поштукатурить. На карту. А, хорошо, хорошо, хорошо. Напишешь суммарно сколько. Хорошо, хорошо, хорошо. Да. Все, спасибо. Все, Сань, давай тогда. А что еще хотел сказать? Куча всего хотел сказать, но забывается. Если я тут занимался только одним монтажом. Стал вот так вот и монтирую плиты. Больше ничем не занимаюсь. А так куча всего в голове. И что-то вспоминаю. По поводу бокового опирания плит. Вот этого, да. Вы видите, здесь у нас вот плита, если вот так вот встать, она идеально идет. Оттуда виден сейчас просвет. Если отсюда, она идеально заподлицо со стеной. Опирания бокового у нас никакого нету. Везде все по феншую. Ну и чудо-рейка, вы видите, что как бы свое дала, да. Вот. Потому что сейчас бы наносили. Понятное дело, даже если мы вручную просто раствор наносили, так как обычно, как один каменчик с одной стороны укладывает. Приблизительно там выдерживаем, ага, смотрим, чтобы одинаковые. Понятно, чтобы один не вот такой вот нанес слой, а второй вот такую кучу накидал. Приблизительно. Да. Можно без рейки, кто-то скажет, не заморачиваться. В потере скорости никакой нету. А вот уверенность в том, что у нас одинаковые слоя будут стопроцентная. Так что дальше думать вам и выбирать вам. По поводу этой рейки. По поводу арматуры. Нужно укладывать на арматуру или нет. Арматуру нужно укладывать, я считаю, если вам нужен идеальный потолок, уже сплит. Вы хотите, вы не хотите гипсокартон никакие подвесные, никакие натяжные. Вы хотите его перетянуть или штукатурить. Тогда да, тогда на арматуру. Хотя тоже есть разные мнения по поводу того, что когда вы укладываете на арматуру, идет какая-то точечная нагрузка плиты именно на эту арматурину. Понятное дело, там и раствор, да, и он потом схватится, будет лежать. Но растворчик немножечко в любом случае, то есть как бы дает свою усадочку. Вот, и получается, плита лежит уже, ну, наверное, больше на арматуре. Раствор, когда он схватывается, он немножечко даст. Так, если лежит плита на растворе, она пойдет вместе с растворчиком, то есть с усадкой, да. Вот, а на арматурке останется, ну да, есть какая-то точечная нагрузка на арматуру. Василич пока отдыхает, там три зуба вырвал. Короче, ему надо там немножечко челюстно-лисовыми делами подзаняться. Ну что, друзья, дождь начинает усиливаться. Сейчас, не знаю, с Димой как-то будем мелкими перебежками. Манипулятор уехал, вот такая история получилась. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Естественно, подписывайтесь на канал. Правильно? Ставьте лайки, не забывайте, естественно. Гребаный колокольчик этот нажимайте. Пацаны тут гуляют. Чтобы не пропускать уведомления о выходе новых роликов. Ну, а мы продолжаем дальше. А вы за нами следите. А, я же как всегда вам желаю удачи и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok